Давно мечтал поиграть на 2B2T, но нет лицензии? Тогда тебе точно нужно зайти на сервер ГУЛАГ. Сервер соответствует всем канонам 2B2T. Полная анархия, отсутствие донатов и правил. Еще есть время прославиться и войти в историю сервера ГУЛАГ. Сервер доступен с версии 1.16.5. Онлайн всегда свыше 100 человек. Успей ты оставить свой след в истории отличного анархосервера СНГ. А мы стартуем. Я вас категорически приветствую. Этот ролик будет не менее интересным, чем прошлый. Советую посмотреть его также. А в этом ролике вы увидите, как я проживу 100 дней на тестовом сервере 2B2T, находящийся на версии 1.16. Формат будет нестандартный. Я не буду читать каждый день и что во время него я сделал. Вместо этого я подам вам самые интересные, по моему мнению, моменты, чтобы вы и сами погрузились в эту атмосферу новой версии. Погнали! Все началось с того, с чего начинается выживание каждого из 500 тысяч новичков на сервере 2B2T. Побег со спавна. Вот только спавн был вот-вот создан. И думаю, нетрудно сдогадаться, с какой легкостью я сбежал. И заниматься мы будем тем, чем занимаются и в обычном Майнкрафте. Добыча еды, добыча ресов и путешествия в сторону нашей следующей базы. Ах да, забыл сказать. Все эти события происходили прямо во время моего стрима. Так что... Вы знаете, что делать, если вы хотите получать уведомления. Кстати, об уведомлениях. Вы постоянно мне пишите в комментах ЗРП. И раз уж вы так его просите, в описании будет ссылка на него. И только еще раз вы посмеете написать об этом. А пока я тут с вами болтал, я уже успел встретиться с игроком, который по идее должен был привести меня на будущую базу. Теперь мы шатаемся по адской дрочильне. Надеюсь, что нам не придется каждый раз опадить стены. О, там проход какой-то. А пока мы тут гуляем по аду, я вам расскажу одну историю. Меня задолбал Ками, поэтому я сменил его на метеор. До новой генерации ада все еще далеко. Она начинается от 5000 блоков. Но давайте допустим, что мы встретили портал в аду. Сейчас кину корды, скажите, это ваш портал или нет? На скаля, если там на скале я подниму лаву, то наш. Это скорее всего он. И наконец встретились с челом. Полпути пройдено. А где мы это? Чей-то портал или это наш? Наш, это наш. Наш там база. А потом пришли к перевалу, где запаслись ресурсами и отправились дальше. Нам надо сваливать, нам нужно на новую генерацию ада сваливать. Плюс более красиво. А у нас уже новая генерация. Мы уже на новой. А, вы уже ушли? Мы уже все ушли. О, новая генерация, класс. О, я уже вижу даже золото. Ура, новая генерация. Мы наконец добрались до 5000. И даже решили сделать совместный скриншот. Присядем еще, присядем. Присядьте, присядьте все. Давайте присаживаемся. Для наречников. Я даже решил испытать новую механику пиглинов. Как-никак, это все-таки туби-ту-ти. Сейчас я его забатил, сейчас закапываюсь. Ну они как-то дольше торгуют здесь. Что он тебе дал? Реально, что дал. Так, какую-то херню, Блэкстаун. Ну фиг там плавал. Ничего полезного этот ущерб нам не дал. Прошавши менее 200 блоков, мы нашли идеальное место для нашей базы. Как минимум потому, что оно находилось в моем любимом биоме в аду. И в моем любимом биоме в обычном мире. Джунглях. Мне кажется, она поселится в этом. В синим лицу. Ну, кстати, мне красный больше нравится. Он такой наполненный, типа, красивый. Да, но я хочу Бастион. Но синий без запаха. Синий ничего не видел, мне кажется. Ну вообще, оба красивые, но мне красный больше нравится. Красный больше. А мне синий. Кабан! Кабан! Инди габана! Дельче габаны. Да, всем приятно. Дельче габан. И... Дельче габан. Погнали, дали. Ох, фига, тут... Нет, тут реально поселиться. Посмотрите, как тут прикольно. О, реально. Это охеренный биом. Тут такое место, типа, просторное. Можно поселиться, серьезно. Я бы еще поискал. Не-не-не, нормально тут. Кайфово. О, кабан, кабан. Мне надо еды. Кабан! Бейте габана! Сейчас я его подожгу. О, все, бейте. О, жареная свинь. Изи, жареная еда. Изи. Еще, еще кабаненок. Кабаненок. Это его подсос, подсос. Подсос пятерки, подсос пятерки. Да не паркур, чел. Ты можешь по боку поставить, идиот. О! Чего нахер? Он в воздухе блоки. Это что было? Я что-то не понял. А как ты в воздухе блоки стал и паркурил? Я что-то не вырубаюсь. Через пару минут сервер выключился на час. Это моли-ми-мейтед. О, сервер был лаггинг. О, нет. Здорово, бейби, бейби. О, бейби, бейби. О, бейби. Прошло некоторое время, стрим с того момента я уже не запускал. И как бы я говорил, мы уже успели основать свою базу. Где я и развивался оставшееся время, пока не пошел в энд. Однако об этом думать еще рано. А сейчас я занимаюсь тем, что расчищаю территорию и добываю некоторые ресурсы. Как говорится, на общее благо. Но не ходить же мне как нищ. Так что я сгонял в ад за добычу такого материала, как назарит. Думаю, 8 слитков мне хватит. Также сгонял в шахту за алмазами и сделал назаритовый топор. Неплохо. В момент следующей записи я обкрадал местные морские сокровища, попутно выискивая утопленников с вилками. Но вдруг повезет. Остальное оставшееся время я удешевлял носатых. Не только же мне знать о том, как эти евреи любят позадирать цены. И, собственно, остается ждать, когда все носатые вылечатся и начнут обновлять торги. Но, как вы знаете, человек нетерпеливый. Правда, по моему нику так не скажешь. И решил попытаться добыть трезубь вновь. Попытка 2. Анальная экспедиция по океану. Одного нет. Ну давай. Есть! Есть, выпал! Есть! Наконец, добывшись этот чертов трезубец, я бросился обратно на базу. Поторговался с жидами, и внезапно мой мозг высрал одну интересную идейку. А как там со спавном? И вот я уже только открыл второй Майнкрафт, я вижу следующую картину. Икси-си-ту! Икси-си-ту оригинальный на спавне! Я его вижу, и я за ним иду. Дальше я наконец зачарил свой трезуб и почти все шмотки. И вот примерно так же и у вас будет работать свилка с зачарованием Тегун-3. Затем я начал готовиться к уходу с базы, и на одном из своих аккаунтов встретил его. Я поставил, мне нужно киряться и искать его. Тут радиус спавна буквально 100 блоков. Тут 200. Нашел я! А я и не записывал все это время, короче, я еб***. Вот я типа на спавне. Короче, вот я собственно на спавне, да, я все-таки решил с базы просто взять, кельнуться и уйти. Но есть только одна проблема. А где эндерчеста добыть? Я так привык к 2б2т, что просто эндерчесты ты уже не найдешь здесь. И тебе придется заново развиваться, встретить одного эндермена, выбить один жемчуг, а потом еще к эфритам и добыть апсы. И только тогда ты можешь восстановить связь со своими вещами и драгоценным оружием, броней и всем, что у тебя есть. Вот сейчас, собственно, мы видим портал ватт, но а что мне с ним делать? Я пойду ватт, и что я встречу там? Ну, абсолютно ничего, поэтому это даже не имеет смысла. Но внезапно я встретил деску на сервере и предложил ему сделать коллаб со мной. Но мой аутизм забыл включить запись звука с компьютера, поэтому на протяжении всего видео вы не услышите голос дески. Зато мы встретили хайвэй, по которому сейчас придем к нашему товарищу деске. И так мне придется идти где-то 1400 блоков или 1600. Но это будет достаточно быстро, потому что у нас есть способ передвижения. И я встретил алмазника над собой, который играет, скорее всего, без клиентов. И он за мной идет. Да, он идет за мной. Он сейчас за мной гонится, я серьезно. Слушай, а может в энд пойдем? Смотри, план такой. Ты поможешь мне, я помогу тебе. Договорились? Смотри. Делаем иначе. Ставишь кровать на той точке, на которой ты сейчас, да? Добываем палки, апсу и прочее. Идем в энд, делаем эндерчест, ну убивая эндермена. И потом ты сваливаешь обратно в портал к себе, так как там у тебя кровать. Я же по своим делам. Идет такой расклад. Мне сейчас нужен эндерчест. Ой. А, это все? ГГ? Ну тогда я к тебе на спавн сейчас пойду. Только через ад. Ну для того, чтобы параллельно себе вещи добыть. Тут этот свэм на лошади. О, ну это алмазник, чареный. Что тебе выкинуть? Алмазку дать? И все такое? Я лошадь подзагнал. А может со мной пойдешь? Потом портал создашь, если что. Снесем этот портал в ад. А если у тебя жига, конечно, есть. И он ко мне идет. А, он ушел? Он просто ушел. Он только ушел в мою сторону и просто забил. А, вот он идет. А, он с кристаллами уже идет. Он сейчас на меня кристаллы потратит. Чел. О, привет. Он не ливнул, а ушел. Он ушел. Пиглины, 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 чел. Спасти она. Или с биома. О, вот это, вот это интересный блок тебе дали. Киляев, аккуратно. Щит. У меня преимущество, у меня щит. Чел. Мне нужно хил. Ну че, чел. Момент истины. А теперь смотри на меня. Посмотрите на своего коня и на моего коня. На своего коня. На, вот и на меня. А, смотри. Вот тебе можно сказать подарок за то, что ты мне помогал. Во-первых, вот. Во-вторых, вот. Нам нужно сейчас пойти, получается, в энд. Я тебе сейчас координаты скажу. Собирай книги. Они, кстати, их можно жителям втирать. У нас есть все вещи, чтобы тебе броню зачарить, если хочешь. И тогда ты не будешь умирать, потому что у меня есть все материалы сейчас для этого. Сейчас будет звук на весь сервер, скорее всего. Сейчас будет звук. Сейчас весь сервер, скорее всего, что-то напишет. Захожу. Хочешь скрин-порталов дам? Они уже заагрены на кого-то. А, хочешь прикол, эндермены уже были на кого-то заагрены, но когда подбежали, они просто разагрелись. Скорее всего, на том месте был человек, за которого они злились. Опыт весь в броню идет, который я с них выбиваю, а просто на их же опыт чиню броню. Это как раз в сторону той крепости дороги. А, нет. Вот та из камня не в крепости вообще. Не в ту сторону, ты не в ту сторону. Если вы смотрели видео детски про его выживание Венди, то вы знаете, что сейчас произойдет. Ну а если нет, то он не добросил эндерперл и канул в пустоту. И мне пришлось самому добывать элитры и прочие ценные шмотки. Тихо, тихо, тихо. Живой, живой, живой. Тихо. Надо было лебнуть, чел. Это все, ГГ? Твои вещи свалились. Но ты сможешь в Вен снова обратно вернуться. И у тебя есть эндерчаст. Так что это не все потеряно. Можешь развиться сейчас, немного полутать там. Ты можешь, кстати, у тебя крутые вещи были? Тут уже были, кстати. И больше скажу, тут абсолютно все залутали. Элитр не было. Поэтому я пойду дальше. О, я нашел незолотую крепость на тестном Тубе наконец-то. С кораблем. Сразу после добычи элитр я вернулся в обычный мир на спаван. И меня позвал один из моих знакомых из NoServer November. Посмотреть, как на Тубе.Тути устроят б***ь. Хаузмастер находится в Европе. Это можно понять по времени. Когда он активен на сервере и кикает игроку. Поэтому мы решили провести небольшой эксперимент. А именно переписываться о том, что не любит хаузмастер через ЛС на сервере. Потому что он читает это. Вместо того, чтобы делать это в Дискорде. И началось. О, смотри, влогаются, влогаются. И меня кикнуло. Меня снова кикнуло. Тебе не кажется это странным? Больше не буду так переписываться. Он наше личке видит. Я тебе сейчас буду писать, чтобы хауз увидел. Тейсти. I know. О. О, опять кикнул. Меня замутил хауз. О, кикнул. Давай, кик. ИИЗИ. Записал. Давай, захожу, захожу. Записываешь все это? Вот, опять. О, сразу кикнул, чел. Давай, пишу тебе. Я пишу, я пишу тебе, но он это видит. Он это видит. Тебе не приходит, но он это видит, чел. Он снова кикнул меня. Он это видит. О, кикнуло его. Его кикнуло. И меня кикнуло. Совпадения не думаю, чел. Слышь, чел? Он останавливается, когда мы останавливаемся. О, сразу кикнул. Он ждет, пока табличку поставлю. Он читает, он читает, чел. О, прочитал, слышь? Прочитал. И сразу кикнул. Он понял, что что-то оскорбительное напишу. И только попробуй сказать, что это плагин делает. Ну, действительно так. Ой, уходи. Он уходи. Уходи, чел. Уходи. Либо кто-то кордостил. Он меня не каймит. А, он сжигает нашу базу. Он кого-то убил. Он сжигает алмазку чью-то. Чел. Он кокснифера убил. Чел, чтобы ты понимаешь, он просто пришел. Убил кокснифера. Кинул огонь и по-быстрому с***ался. На чьей-то лошади. Как ты объяснишь то, что к нам просто чел внезапно пришел, убил чела и сбежал. Даже не дожидался нас. Убил рамтека и просто с***ался. К сожалению, записи у меня нет, но я расскажу, что произошло на следующий день. Я зашел на сервер, встретил игрока, мы с ним немного почилили. И потом он просто взорвал меня с помощью якоря возрождения, когда я не обращал на него внимания. И оказалось, что это был один из пвп-шаров на спавне, которые активно гриферят базы и убивают игроков. Чтобы вы понимали, насколько им нечего делать. Они готовы стоять у точки выхода игрока, за которым они охотились, и ждать по 5 часов, пока он зайдет и снова ливнет. Настолько это абсурдно. Кстати, если вам интересна тематика тестового сервера, у меня есть второй канал, на котором я провожу стримы. Так что, если вас интересует больше подобного контента, то я рекомендую посетить его. А на этом я прощаюсь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok